Здравствуйте, уважаемые телезрители! На первом альтернативном Бурятии программа «Открытый эфир» Я Владимир Банчиков, сегодняшний гость в нашей студии Очаровательная Наталья Владимировна Уланова, директор Бурятской государственной филармонии Здравствуйте, Наталья Владимировна! И давайте начнем с таких первоначальных подведений итогов Я хочу спросить о том, как, на ваш взгляд, завершился, прошел, завершился наш рождественский байкальский фестиваль Прекрасно завершился, вы так, с солнечного времени, сразу раз так, в зиму Он прекрасно завершился, и для меня это особенно приятно тем, что вот проект, которым завершался байкальский фестиваль рождественский здесь Проект «Роскошь-концерт», где мы пригласили певицу из Испании, меццо-сопрано Евгению Бургойной И оркестра «Квеста музыка» из Москвы И специально для нас они сделали программу Часть арии я предложила именно специально, чтобы они исполнили Это музыка барокко, это Вивальди, Парпора и Рамо и другие авторы Это был шикарный концерт, очень новый, непривычный для нашего слушателя Это другая вокальная школа И что я хочу сказать, к чему я веду Что сейчас, 27 апреля, именно эта программа состоится в Московском Международном Доме Музыки И они пишут мне, что, конечно, это все благодаря вам То есть фактически вы автор и вдохновитель этой программы Да, потому что я этих людей познакомила Потому что они раньше друг друга не знали Оркестр и певица, она жила в Испании, а не в Москве По интернету я их свела И встретились они впервые только в Улан-Удэе И сделали вот этот концерт И сыгрывались Сыгрались вообще, как всю жизнь друг друга знали И все получилось настолько прекрасно и хорошо Что вот теперь премьера этого проекта состоится в Москве в Доме Музыки Это очень замечательно Я вас с этим поздравляю Потому что вы один из авторов, получается, этого проекта Да, это Made in Ulan-Ude Made in Buriti Наталья Владимировна, теперь о планах Связанных вот с очередным вашим грандиозным, на мой взгляд, проектом Который называется Пицикат Вообще Пицикат, что это такое? Пицикаты — это музыкальный термин Это прием игры на струнных инструментах без смычка пальцами Щипковый такой прием То есть точно и на скрипке? Да, на скрипке и волончели То есть вот мы на этом фестивале И в прошлом году, где была представлена вся палитра струнных инструментов На каждом концерте был использован этот прием И волончель, и альт, и скрипка, и контрабас Везде музыканты играли пициката Ну то есть это в контексте произведения не все произведения играют? Нет, нет, нет Это такая краска, это да, это какой-то элемент И вот, кстати, будет «Белый острог» у нас в апреле не в рамках фестиваля Пициката Просто сольный концерт Артем Якушенко Давайте про «Белый острог» чуть попозже поговорим Да, тоже использует пициката очень часто У них есть произведение «Улитка» И вот оно только на пициката практически А вот кто будет участником фестиваля пициката? Есть такие имена, в которых любители классической музыки просто будут пищать, да? И падать в оборог Вчера состоялся первый концерт Это было открытие фестиваля Филипп Капачевский фортепиано, Александр Рам, Виолончель У публика пришла очень профессиональная, на мой взгляд Потому что первый критерий — это не звонили мобильные телефоны И не хлопали между частями люди Что сразу говорит о том, что люди понимающие, что... Дослушивали до конца Не то, что дослушивали до конца То есть некоторые произведения состоят из нескольких частей И вот часть заканчивается И люди, которые не в теме, так называемые Они начинают хлопать, думая, что произведение закончилось На самом деле закончилась только одна часть И следующая начнется И вот когда три части отыграется Тогда можно аплодировать Вот те, кто это знает Они молча сидят и ждут Пока начнет следующая часть А те, кто не знает, естественно хлопают Так вот, таких случайных аплодисментов вчера не было И было видно, что публика была очень такая образованная Очень понимающая, очень чувствующая И, конечно, эти люди по достоинству оценили уровень исполнителей И зал просто в конце встал И, конечно, не хотел отпускать музыкантов Настолько это было большое удовольствие от их игры От профессионализма и вообще всего Вот вы, по своим профессиональным взглядам Вы видите, что наша публика становится более склонна Вот к тем экспериментам, которые вы ей предлагаете Я знаю, что вы экспериментатор такой в душе Я очень, да, экспериментатор Но что касается пицциката Это очень классический фестиваль Очень такой, ну это высокий уровень классики Скажем так, тут нет экспериментов никаких Это ноль Но как раз вот в этом и сложность Потому что многие люди, наша публика считает, что это сложно И не рвутся бежать и покупать билет Хотя для того, чтобы понять, сложно это для тебя или не сложно Тебе, наоборот, надо прийти хоть раз в жизни и послушать А вдруг тебе это понравится И вот понимая это, что человек может прийти в первый раз и случайно И если он разочаруется, он больше не вернется И я это понимаю Поэтому для нас очень важно, чтобы этот первый раз для него не оказался последним Чтобы он полюбил А для этого должен быть уровень музыкантов очень высокий То есть это экстра классы музыканты И мы этот уровень выдержали Это все солисты Московской государственной филармонии Лауреаты многочисленных международных конкурсов И, конечно, один квартет Бордина, чего стоит Который будет выступать у нас 8 апреля Это коллектив Бренд Это один из лучших квартетов мира Струнных А струнная в чем, скажем, ценность квартетного искусства То, что не каждый солист Вот если мы выбираем солиста-скрипача Солиста-велончелиста И солиста, допустим, альтиста Мы соберем их четверых в один квартет Не факт, что они сыграются Потому что между... Каждая индивидуальность Конечно А тут вот все четверо должны звучать как единое целое И каждый... Вот Владимир Ткаченко, наш альтист, мне рассказывал Что каждый из этих четверых должен предчувствовать Что будет звучать, какой звук издает его сосед Слева и справа, да? Его партнер То есть вот эта вот сыгранность, вот это чувство друг друга Это очень ценное качество И поэтому вот не каждый квартет Можно назвать квартетом Могут они сидеть четверым и играть в каждое свое А произведение художественное не создать То есть проще в оркестре, да? Там где-то сфальшивить, не услышать И это никто не заметит Ну, конечно Получается так, да? На самом деле Да А Наталья Владимировна, публика молодеет или все-таки нет? Ваша Мы стараемся, чтобы она молодела, наша публика Здесь же, видите, все зависит еще от уровня, от опыта слушательского Вот, конечно, много молодых, я имею в виду студентов Колледжа искусств или Чайковского Или детишек, которые учатся в ДШИ Но публика, которая... Эти ходят для того, чтобы получить опыт, да? Чтобы ухо свое практиковать, эмоции какие-то А, конечно, зрители, которые уже накопили в себе багаж И слушательский, и психологический, жизненный опыт Она, конечно, зрелая публика И вот этой прослойке, которая там молодая достаточно Ну, скажем, от 25 и до 35 Ее, конечно, маловато Что тут скажешь? Я не скажу, что прямо стоят очереди безумные на фестиваль пицциката Потому что, ну, я понимаю, почему это все-таки эстетский фестиваль И слушать эту музыку, это все-таки работа Это не развлечение, это вам не Филипп Киркоров Давайте не будем святое трогать для многих женщин Да, ну, здесь можно получать удовольствие Это я вот уже говорила, по-моему, повторюсь Что мы, когда идем в спортзал мышцы качать Нам же больно, нам же плохо, мы ленимся, нам не хочется Зато если себя заставить, потом ты начинаешь получать удовольствие От того, что ты становишься красивым Что у тебя там энергия появляется, настроение появляется То же самое и здесь, только это с мозгами происходит И с ухом своим Сначала плохо, трудно, противно, спишь там, допустим А потом втягиваешься и уже не можешь без этого жить Вот так А у вас все-таки нет планов пригласить каких-то, ну, таких Я скажу так на свой вкус Рок-исполнителей такого хорошего уровня Ну, совсем хорошего уровня Я знаю, что вы никогда не позовете там к себе Ни Киркорова, ни Наташу Королю Ни Киркорова мы просто по финансам не потянем Позвать Да, дело не в этом, конечно Конечно, хочется Ну, опять же, каких рок-музыкантов Я очень люблю эту музыку, рок-музыку И вообще, я и поп-музыку люблю Но, как бы, интересную Не тривиальную, не банальную, да Конечно, хочется позвать Вот мы хотели Океан Эльзи, например, пригласить Они не там засветились Не в то время, не в том месте Не, мы раньше их хотели задолго позвать Но тоже не складывались То графики, то условия, то еще что-то Ну, а если имеется в виду из каких-то таких групп Более, скажем, масштабных, да Таких, как там Депешмот или Радио Хэт Конечно, это мечта Но мы же понимаем, что мы не выполним здесь Ни райдер этих групп Ни сцены у нас такой нет Не аппаратуры А ФСКС? Ну, это не то Это акустика другая, аппаратура другая То есть, это просто условия должны соответствовать уровню И, конечно же, количество, вместимость зала Которая могла обеспечить всех желающих местами Вот что в дальнейшем Вот я имею в виду, возвращаясь к Пицциката Кто еще, кроме вот квартета Бородина И тех людей уже, которые выступили, порадуют нашу публику Так, 16 мая, ой, мая Апреля выступит замечательная пианистка Екатерина Мечетина Она прекрасная, удивительная как пианистка Но также она еще красивая женщина И ее называют Мацуев в юбке Вот я хотел сказать, что я прочитал Да, Мацуев в юбке Но она не ркутянка, к сожалению Нет, она не ркутянка Просто еще сам факт, что она Вот интересная, я заметила особенность То есть, девочек на фортепиано в школу детскую музыкальную ходит Много обычно, да? А в итоге известных пианистов, которые мы знаем Да, вот знаменитых Там тот же Кисин, Мацуев, Петров, Березовский Ну и там ряд других могу назвать Это в основном мужчины Спрашиваются, а где дамы вообще? Кого из знаменитых пианистов дам мы знаем? Вышли замуж, стали рожать детей Вот, и вот оказывается Вот есть все-таки особенность Вот мужчинам этот инструмент Говорят более подвластен У них какая-то там должна быть сила пальцев определенная Там, ну, что-то вот в мужчинах есть такое Что дает им возможность стать знаменитыми пианистами Да Так вот, именно поэтому еще Когда знаменитой становится именно женщина-пианистка Это тоже вот некая Это действительно талант И это стоит того, чтобы увидеть и услышать Это как Причем Можно, конечно, вот у нас была там Уна Миядзаки, пианистка, японка Ну, так все очень по-женски Очень по-женски Вот, а здесь вот мне вот прямо любопытно, как это все будет звучать То есть вы до этого ее не слышали, да? Нет, нет, не слышала И она, насколько я знаю, совершенно молодая Совсем Да, ей, по-моему, 35-36 лет А 35-36 для музыканта это как? Да, потому что жизнь молодая Я не знаю, я не знаю для музыканта это возраст Ну, мне кажется, только такое становление еще нет Ну, в принципе, нет Я бы не сказала, что становление это уже все Вот для дирижеров это вообще детсадовский возраст Потому что дирижерами действительно такими уже зрелыми считается, что ну, это там лет в 60-50 Хотя вот сейчас ряд молодых прекрасных дирижеров Таких, как вот тот же Филипп Чижевский, который к нам приезжал зимой Или там мой любимый Теодор Курензис, которому 40 с хвостиком, по-моему Прекрасные дирижеры Вот наш Владимир Ткаченко, которому, я не знаю, 30 есть, нет? Ясно Наталья Владимировна, еще один ваш замечательный проект Уже связанный с нашими музыкантами, с местными, с молодыми Это вот симфонический оркестр Совместный колледж искусства и Бурятской государственной филармонии Что вы можете об этом сказать? Об этом в вашем проекте? Ой, ну, это очень прекрасный проект И, конечно же, в первую очередь это проект музыкального колледжа имени Чайковского И Владимира Ткаченко, который стал художественным руководителем Который объединил всех этих ребят, стал с ними заниматься И сделал этот камерный оркестр И вот первое звучание, то есть когда они заиграли Что для меня было удивительно, что появилось Вот есть этот звук, сочный звук Да, они где-то делают еще ошибки, фальшивые нотки там проскальдят Ну, это все так уже сейчас до первого этапа, скажем, неважно По сравнению с тем густым, красивым звуком Каким-то уже подачей Какой-то программой с сыгранностью, которая уже есть И это, конечно, прекрасно Вот теперь к Белому острову Давайте поподробнее о наших музыкантах Потому что они тоже наши практически земляки Один Кутяник, объездивший весь мир и прославивший В том числе и нашу землю Что вы можете о них сказать? Ну, этих людей я знаю очень давно Собственно, они были, наверное, первыми Когда я еще здесь работала на телевидении И делала передачу Они приехали и впервые их увидела в Молодежном театре И меня поразило их творчество Я была очарована, околдована И прямо впервые показала их на бурятском телевидении Прямо целым концертом Передачу сделала про них и целый концерт И тогда это еще такие некие Ну, у некоторых вызывали какие-то такие моменты Я говорю, что за музыка? Зачем она вообще не звучит? Не понимание С телеэкрана нашего телевидения, да? Вот, а потом вдруг как-то они резко стали набирать Набирать обороты И раз, и в Нью-Йорке оказались Ну, вот сейчас они вновь вернулись на родину Ну, конечно, у них уже много чего Это было 10 лет назад Много чего произошло в жизни И они писали саундтреки Они расходились Они несколько лет вообще вместе не работали Юра Матвеев, гитарист, работал с другой скрипачкой Артем Икушенко Делал сольную карьеру Ну, вот, наконец-то они воссоединились И опять продолжили свою музыкальную жизнь И добрались опять снова до нас Вот, 17 апреля будет концерт Я думаю, что в Улан-Удэе есть поклонники их творчества Те, которые помнят их Да, еще там, когда они 10 лет впервые здесь объявились И покорили всех Я думаю, что, надеюсь, что на концерт их придут Хочу вернуться к нашему прошлому с вами разговору Заканчивается учебный год в школах Ну, и не только в школах Но сейчас я о школьниках Через 5 месяцев наступит 1 сентября Какие у вас планы все-таки связаны с привлечением детей В филармонию и приучением их классической музыке Есть какие-то планы? Или я еще бегу впереди пара? Ну, планы есть, но они не прямо такие У нас есть, допустим, сейчас несколько проектов Которые рождаются Да, вот мы сделали проект Ну, музыка «Погоди» называется Когда дети играют для детей музыку из мультфильмов И на экране эти мультики показывают И вот мы подумали, может, сделать летнюю площадку Такую на базе филармонии То есть показывать эту программу А дети будут ходить и смотреть и слушать Но, опять же, поскольку участники тоже дети Им же тоже хочется отдыхать и так далее Поэтому, ну, вот сложности с этим есть некие Потом многие все-таки уезжают Артистов у нас своих нет в филармонии И летом у нас, конечно, большой проект Это фестиваль «Голос кочевников» в июле К которому мы активно будем готовиться И сейчас уже готовимся Поэтому, ну, вот пока Вот, единственные, может, будут какие-то летние лагеря Но, опять же, это больше специфика детских музыкальных школ Чем наша Вот, пока работаем над этим А именно вот с 1 сентября Вы какие-то планируете делать? Вот такие масштабные проекты Куда бы в школьников вы вовлекали Ну, мы вот их и так пытаемся Вот они пришли в школу Да, вот Все, сели за парт И вот тут надо, мне кажется, сразу с ними начинать Да, вот это надо активно работать Но вот пока, видите, у нас все равно Пока концертные программы все вечерние Если для школьников, то это выходные дни Вот наши все проекты Почему? Потому что Делать что-то для школьников Чтобы они ходили так же, как в театр на спектакле Нужно, видимо, в дневное время Чтобы урок музыки проходил в филармонии Вечером это осложнено тем, что Родители не хотят везти детей Зачастую Они пришли с работы, устали Им хочется полежать на диване И никуда идти не хочется У детей большая нагрузка, нам говорят Они ходят там в кружки, секции И так далее Уроки И вечером заставить себя пойти в филармонию Далеко не каждый готов Вот, поэтому Путь дневные концерты Либо выходные дни Вот, выходные дни у нас уже И запланированные Это уже и существует Осталось разработать программу дневную И понять, кто будет артист Из артистов играть Чтобы школьники Вот среднеобразовательные школы Могли ходить в филармонию днем А кроме голоса кочевников Какие еще у вас планы Я имею ввиду, связанные с летним периодом Когда у вас люди в отпусках Школьники на каникулах Ну, понимаете Голос кочевников Слишком масштабный проект И вот сезон обычно закрывается В филармонии в мае В конце мая мы его закроем В фестивале музыка-кино И, наверное, в июне Я не знаю, возможно Будут какие-то концерты Ну, вот каких-то приезжих артистов Но что-то такого глобального не будет Потому что глобальное будет в июле А в августе Позвольте нам в отпуск пойти Хотя бы на несколько Которое время Ну, потому что Это же невозможно Целый год вот так вот Как с сентября начинается И поехали, поехали Ну, то есть Отпуск будет Отдыхать нужно всем Всем нужно отдыхать Набираться сил Чтобы на будущий год Тем более летом Как ни странно Вот вы говорите Вот чем занимать На самом деле У людей Байкал, дачи И Миллион других причин Чтобы Никуда не ходить Вот голос кочевников Сколько Какое количество участников Предполагается Ой, я не считала Ну, не меньше 50 Это точно То есть это Просто Сейчас вот идут Как раз принимаются решения По поводу групп Кто будет Какие будут Допустим Вот одна группа из Кении Например Их там 9 человек Оркестр из Сербии Боба Маркович Бенд Да, который играл для фильма В Кустурице Их 15 человек Ну и вот так Где-то Если там Какой-нибудь там Джей Джей Йоханссон Да, их там Два человека Ну то есть И вот так вот Пока сложно сказать Посчитать Еще не могу Наталья Владимировна Наше время Истекает Поэтому вам слово Обращайтесь, пожалуйста К нашим телезрителям Дорогие телезрители Мы Рады вас пригласить В концертный зал Бурятской государственной филармонии На концерты Фестиваля Пициката Это Очень Красивый Очень Изысканный Фестиваль Я думаю Что И цена билетов Очень доступная И Если вы придете Уделите Своей Душе Своему Скажем Мировоззрению Час-два Времени Я думаю Что ваша душа Будет вам только благодарна Поэтому Ждем вас И на другие концерты Которых У нас в апреле Очень много И Также На все наши фестивали Знаете Мы вас Очень Любим И всегда ждем Спасибо большое Уважаемые телезрители Это была программа Открытый эфир Я Владимир Банчиков А наши гости Наталья Владимировна Иванова Директор Бурятской государственной филармонии Спасибо большое Еще раз Наталья Владимировна Что нашли время Прийти к нам Уважаемые телезрители На этом На сегодня все До свидания Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok